И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. И именно в это время, 7 лет назад, Польша узнала о страшной катастрофе. Я хочу вам напомнить, что 10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154 воздушных сил Польши выполнял рейс Варшава-Смоленск и потерпел катастрофу. На его борту погибло 96 человек, включая президента Польши, его жену. Об этой трагедии буквально через несколько минут стало известно в Польше. И сегодня мы попытаемся вспомнить, как это было, поговорить о польско-российских отношениях, польско-украинских. Мы очень рады видеть у нас в студии польского политолога, историка, представителя Центра польско-российского диалога, заместителя директора этого центра Лукаша Адамского. Лукаш, доброе утро. Доброе утро. Ну уж, извините, что начинаем с воспоминаниями о той трагедии, но все-таки давайте попытаемся вспомнить, потому что неоднократно результаты исследования и расследования этой трагедии становятся предметом очень многих дискуссий в разных странах. Да, и в Польше эти дискуссии уже начались, в принципе, очень быстро после этой катастрофы и продолжаются до сих пор, то есть до сих пор еще неизвестно, до конца, неизвестны все обстоятельства, как к этой трагедии дошло, да, то есть в какой-то мере отвечает за то польско-страна, в какой-то мере и вообще отвечает за то польско-страна, тут просто есть разное мнение, но в любом случае в Польше дискуссии продолжаются и поведение российских властей, которые мало кто об этом в Украине, в России знают, но они до сих пор не отдали, не вернулись в Польше остатков этого президентского самолета, то есть полской собственности. Поведение России, ну тут эти дискуссии только подогревают. Если говорить вообще о самой трагедии, то может быть стоит на части того, что это был настоящий шок для Поляков, потому что, ну конечно, любой человек понимал, что крушение самолетов случается, но как-то мало кто мог себе представить, что жертвой такого случая, такой катастрофы будет президент, его жена, а бывший полский президент, полского эмиграционного правительства, Решард Качаровский, которому на данный момент был 91 год, видны полские общественные деятели, члены катейских семей, то есть члены тех людей, которые были убиты по наказу советского правительства в 1940 году, погибла то, что известная полская героиня и один из лидеров первой «Солидарности», то есть я имею в виду в 80-е и 81-е годы, Анна Валентинович, в частности по происхождению Украинка из Волыни, которая после войны переехала в Польшу. Ну и просто это был, страна была в траве, для меня это был еще такой личный момент, это просто самая катастрофа случилась один день после пахарона моего отца, то есть для меня оказалось, я и так был в траве, а оказалось, что вдруг вся страна, то, что, ну, может не в таком состоянии, но все-таки, как я говорил, это был шок. Потом было то, что было, если говорим о полско-росейских отношениях, то надо тут подчеркнуть, что очень многие русские приходили под полское посольство, например, в Москве скорбили, росынские телевизионы тогда показали, что в путинской телевизии показали фильм Андрея Вайды, Катынь, который просто реконструировал события 40-го года. И этот фильм, ну, все-таки это было сильное обвинение тоталитарного советского режима, то есть жест, с точки зрения, если мы знаем, какая есть историческая политика в России, которая относится к экзаменизму, то это все-таки был довольно приятный жест. Ну и была то, что тогда надежда, что это будет, ну, что это символически случилось, что 70 лет спустя после этого ужасного убийства в Катыни произошла такая трагедия, это сближать народы, Польша и Россия. Ну, а оказалось, что нет, что такого не произошло, потому что, ну, само в принципе начало, начинали возникать разногласия между полской и росынской стороной по поводу того, кто отвечает за эту трагедию. То есть, если российский следственный комитет госпожа Анодина, которая, ну, была членом российского establishmentа, номенклатуры, жена известного Евгения Примакова или партнерша, она в своем комитете, в своих официальных выводах сказала, что в принципе все произошло из-за того, что, из-за вины полской стороны и плюс был там якобы пьяный полский генерал, руководитель полских воздушных сил, генерал Бласик, который в пьяном виде принуждал пилотов к посадке. Ну, а этот доклад вызвал недоумение, так сказать, в полских политиках, в полского общества. Часще людей начало вообще искать причины исключительно в российском поведении. И до сих пор остаются теории о том, что это было спровоцированное покушение. Другая, гораздо большая часть, старалась, как-то, и старалась, а вину поделить на обе стороны. Ну, говорить, что, конечно, полский самолет в таких погодных условиях вообще не должен принимать попытки приземиться, но с другой стороны, с другой стороны, российские контрдиспетчеры, они тоже были обязаны запретить посадку, они были обязаны обеспечить точную информацию, на каком курсе, на каком пути находиться самолета. А всего этого не было либо из-за бездействия и слабого знания этих диспетчеров, либо из-за чего-то приказа. Ну, то есть просто есть разные теории. Можно я напомню нашим зрителям, что был очень сильный туман, и самолет врезался в деревья. Да, да, то есть был очень сильный туман. Президент летал, чтобы принять участие в торжествах по поводу катинского убийства. И из-за того, что был этот сильный туман, а там вот перед этой взлетной полосой, это даже не аэропорт, это взлетная полоса северная, смоленская, там так ярко, и территория неравна, но самолет по теперь крушение. Ну и потом, так как я говорил, польские власти уже 7 лет как просят, пытаются разным путем политическим, юридическим добиться от России возвышения остатков самолета, а Россия постоянно отказывает и говорит, что вот польская сторона значила закончить свое следствие, а потом мы отдадим вам самолет. А польская сторона не может закончить следствие, потому что, чтобы закончить это следствие по поводу причин крусения, должны быть и должны произвести очень тщательное переверку этого самолета, то есть исполнить шерег таких процедуальных действий. Ну, плюс можно еще сказать, что там была плохая кооперация в передаче черных ящиков и так далее, и так далее. То есть просто можно тут обвинить ряд упреков. И самое интересное, есть еще может быть то, что до сих пор в Смоленске не удалось поставить памятника жертвам, памятника жертвам этого самолета. А Польша хотела это сделать? Да, и Россия согласилась. И потом был совместный проект, который выиграл. Это должен быть такая стена длинной, насколько помню, 120 метров и высотой 40 метров. На этой стене черной должны быть просто таким художественным образом написаны, прописаны, прописаны, фамилии тех людей, которые погибли. Ну и с какой целью они, они прибыли, хотели прибыть в Смоленск, чтобы просто дать поклон жертвам советского тоталитаризма. Ну и тут сейчас ее не устраивало во-первых содержание написаний. Сталининский тоталитаризм. Да, да. А во-вторых, начало они даже, насколько мне известно, соглашались на то, чтобы этот памятник был большой. А сейчас говорят, что, смотрите, что вот это будет нарушать безопасность полетов в Смоленске, если поставить памятник на 120 метров длины и 40 метров высоты. 40 метров или 4? 40. 40 это, да, это большой очень. 4? 40? Нет, может быть. 4 может быть? Может быть 4. 40 это как-то очень много. И в любом случае я не эксперт по памятникам. Я видел визуальную реконструкцию этого. И мне не показалось, что это должно влиять на безопасность. То есть мне показалось, что наоборот тут дело в том, чтобы просто не экспонировать, не показывать таким, не напоминать так сильно об этой трагедии. Россия до сих пор продолжает свое следствие или они уже завершили его с каким-то... Ну, они завершили, был результат этого, был результат авиакомитета. Ну, то есть, что это исключительно польская вина и что было там прямое давление руководства польских вооруженных сил на то, чтобы принудить прилетов вопреки безопасности приземиться. То есть фактически ничего не мешает уже вернуть остатки этого самолета? Ну конечно ничего не мешает, да. Конечно ничего не мешает, но дело в том, что если... Знаете, тут есть политический цель. Если Россия не возвращает остатков, да. А в Польше идет... Она начала сразу, в принципе, там спустя несколько месяцев после этой катастрофы и до сих пор в какой-то мере она еще продолжается. Идет внутреннеполитическая дискуссия о том, кто отвечает за подготовку, например, самолета, да. И в какой-то мере, например, тогдашние полские власти, которые сейчас в опозиции отвечают за то, что не добились от России условий, которые бы гарантировали абсолютную безопасность, да, для рейса преседентского самолета. Ну например, росйского наводчика, кажется, это росйский термин, просто члена росйских вооруженных сил, которые бы сидел в самолете и помогал пилотам, да. Все в этой войне было. И надо напомнить, что президент Лех Качыньский был связан с одной политической силой, которая сейчас в Польше у власти, право и справедливость, а тогдашний премьер-министр, Дональд Туск, был связан с партией, которая сейчас в опозиции, да. И то есть еще внутреннеполитическое соперничество, да, была дискуссия, которая сильно разделяет польское общество. В какой-то мере, например, правительство Дональда Туска отвечает за подготовку этого рейса и за то, как они потом вели, как они договорились с российской стороной о том, как будет, на каком основании надо будет вести следствие, да. Можно было там принять разные юридические акты. И тогдашняя оппозиция сейчас, политики правительства обвиняют Туска в том, что он согласился на условия, которые им были неудобны для Польши, да. Ага, вот тут у вас даже внутренняя сеть. Да, это такая внутренняя составляющая. И если, и так сказать, пока эти остатки самолета не будут давать вращение в Польшу, так долго Россия может в какой-то мере подогревать настроения в самой Польши, да. То есть влиять на часть общества, говоря, что, ну, усиливать это внутреннее политическое соперничество в Польше, которое объективно для страны, ну, я понимаю, что в демократиях так часто случается, но оно объективно стране не помогает, да, объективно оно ослабяет страну. Ну, вот вы уже сказали такое хорошее слово «подогревать», там, в России может подогревать. Ну, раз уже вы начали с такого слова, давайте поговорим немножко о глубоких отношениях между Польшей и Россией. Вот, семь лет-то после этой катастрофы они были разными. Вот давайте вы какой-то, вот, за семь лет посмотрим, какая, каких, я не знаю, масштабов приобрело это сотрудничество, как изменилась политика, скажем, Польши по отношению к России, России по отношению к Польше. Вот, стали ближе или дальше? То тут можно много чего рассказать. Давайте, много чего, интересно. Потому что этот год, 260-й, и так как я говорил об этом искренном стабилизовании россиян, мне самому писали люди, которыми я, например, не видел друг друга, не виделись друг друга, не виделись друг друга семь-восемь лет с вопросами, и, Лукаш, а ты не был в этом самолете, все нормально? То есть просто это, абсолютно, это русское общество это переживало, и это, конечно, было доценено в Польше. Были надежды на то, что вот именно, и еще давайте напомним о том, что это было в такие времена президентства Дмитрия Медведева, да? Было такое, может быть, не все общие ощущения, но были, сохранялись какие-то надежды, потому что Россия сойдет за того пути, на который ее направил Путин в начале 2000-х годов, что Путин уже не президентом премьер-министра, что Медведев молодой, либерал, что война в Грузии это такое, как бы, то исключение, но все-таки Россия двигается по этому пути. Надеялись на утепель двор. Да, да, по которой пошли уже другие страны, бывшие социалистические страны. Да, и будет это утепель, да? Ну а потом оказалось, что вот уже проблемы с следствием были таким холодным душем, а потом, ну конечно, Путин вернулся, потом агрессия против Украины. Ну, в общем, если так посмотреть на цели российской политики и так, так, по отношению к Польше, а я думаю, что можно уже так посмотреть даже не только с политологической, но даже уже из исторической перспективы, да? То есть этим отношением уже больше 25 лет. То есть такие, есть три момента, которые являются такими абсолютно неизменными, три момента, которые постоянно присутствуют в российской внешней политике. Во-первых, во-первых, то есть не желание и попытки противодействия по-польским стремлениям, чтобы повысить безопасность региона, повысить безопасность Польши и всех стран центральной Европы, прежде всего, да? То есть Россия очень сильно старалась заблокировать расширение НАТО. Россия потом очень сильно старалась убедить западных политиков, что ладно, если уже хотите расширять НАТО, то давайте, по крайней мере, там не отправляйте никаких войск, так, чтобы просто не было, не было сильного военного присутствия. И вот были попытки понижить, понижить, понижить статус безопасности региона, так, чтобы это была некая, я бы сказал, буферная зона, да? Между Россией и Западом. Помимо того, что это уже члены НАТО, да, что все такие, их реальные гарантии безопасности этих стран должны быть меньше. И, по сути, это в какой-то мере удалось, потому что только в течение последнего года оказалось, что НАТО приняло решение о том, чтобы повысить военное присутствие, чтобы там на постоянной основе были, например, батальоны, международные батальоны, включающие американские солдаты, да? То есть это, конечно, исчезает из очень архаического понимания безопасности, да? А Россия понимает безопасность не в сугубо территориальном смысле, то есть чем дальше от наших наших границ будет вражение силы, а то есть вражение силы есть, конечно, НАТО. И главный враг человечества в понимании Кремля то есть вашингтонский establishment НАТО, США. И чем дальше это будет от российских границ, тем для России лучше. Они не понимают того, что безопасность лучше всего обеспечается сотрудничеством приятными, дружескими отношениями, а не вот от демонстрации силы. Да, второй такой момент, который сильно раздражает полско-российские отношения, это фактор Украины, в какой-то мере тоже Беларуси. То есть фактор, что мы называем иногда в языке экспертов фактором общевососедства. Если вот Польша была и есть до сих пор страной, которая очень интересована в том, чтобы в странах бывшего Советского Союза, а уже особенно в Украине и в Беларуси, то есть в странах, с которыми Польша связывает часть общей истории, культурная близость, языковая близость, экономические интересы, чтобы в этих странах была демократия, верховинство закона, good governance, то есть хорошее управление, чтобы эти страны, можно сказать, прошли такой пусть трансформаций как Польша и стали подобными до Польши, да? То есть Польша, это уже было довольно давно, но надеюсь, что многие в Украине помнят, например, роль Александра Кващневского и тогдашнего полского президента и полского в оранжевой революции, да? Ну конечно, да. Да, ну то есть Кващневский, Адам, Кус и Солана были такими посредниками. И удалось благодаря этому достичь согласия, ну какого-то политического компромисса между лагером Лонида Кучмы и Викторой Ющенко, да? Ну благодаря этому стал возможен третий тур. Ну, стал возможен третий тур, да? То есть не произошло, не произошло того, что в какой-то мере России удалось сделать после Майдана, то есть разъединить час Украины, внушить убеждение, что произошла небы какая-то революция, государственное покушение, что в Киеве не легитимное правительство, да? То есть все Россия делала после революции достоинства. В оранжевой революции этого не произошло, но именно то, что за то, что не было никакого предлога. И после оранжевой революции, если посмотреть на российско-полские отношения, ну оказывалось, что поменяла сильно реторика, что Польша стала одним из таких главных идолических врагов России. Российское телевидение показывало часто такие программы, которые, можно сказать, в черных тенах, в черных тенах, показывали Польшу историю. Потом было так, что произошел инцидент в Варшаве в 1945 году, то есть в каком-то парке в Варшаве польские урлиганы побили трех подростков, которые оказались с детьми росийских дипломатов. Конечно, ну что можно, только что жалеть, из Венихса, ну такие дела бывают. Не, кстати, в этом году то, что на одной остановке в Варшаве например побили, ну то бывает такое. В Польше так сделало, а в России оказалось, что побили журналистов и сотрудников польского дипломатического учреждения на такой основе паритета. То есть если в Варшаве потерял, скажем, сын советника, то и в России такое произошло. Ну то есть абсолютный паритет. То есть глаз за глаз, зуб за зуб. Да, да. Ну а потом это поменялось. Ну и потом была та оцепель, о которой я говорил во время Медведева была вознобновлена работа такой специальной комиссии польско-российской группы по сложным вопросам. И мы надеялись на то, что будет по крайней мере удасться убедить росийский establishment, что Польша является нормальной страной и можно развивать отношения. Надо вести исторический диалог. Это уже при Путине все это приблокировалось, а после агрессии против Украины, то вообще эти отношения очень прохладные. И третий момент, как бы я говорил о трех моментах, да. Первый, я напомню... Польша это буфер, да. Второй, Украина. Украина, Беларусь. То есть восточная политика, будущее этих стран. Восточная политика есть. А третий буфер это история. И это история, которая связана с тем, что Советский Союз абсолютно по разному оценивался в России и абсолютно по разному в Польше. То есть я говорю о России, официальной России. Эти проблемы уже были, так как я говорил о том, что было в 2005 году, то я хочу подчеркнуть. Это было уже тогда. Я помню, например, попытки релатизировать, то есть показать катейское преступление, советское, которое российские власти никогда в принципе никогда не отрисали, и ответственности, в отличие от советских власти, которые это обвиняли в этом Немцах, но показать катейское преступление в неком мнимом контексте. И этим контекстом был, так называемый, анти-катейн. Анти-катейн это смерть советских военнопленных в 20-м году во время войны советской России, большевицкой России против Польши и Украинской народной республики. Конечно, во время этой войны и советская сторона, российская сторона, можно сказать, и польская сторона, польско-украинская сторона брали очень много военнопленных. Условия в этих лагерах не были очень хорошими, это надо часто сказать. Была довольно большая смертность из-за, во-первых, из-за плохих условий, во-вторых, из-за того, что была в Европе эпидемия гриппа. И в результате оказалось, что там было 100-150 тысяч, 160 тысяч советских военнопленных, какая-то часть, 16-18 тысяч, могла умирать в этих лагерах от болезней, от плохих условий, от эпидемии гриппа или просто она могла не вернуть в советскую Россию. Но в любом случае не было ни... И то же, кстати, то же самое происходило с полскими военнопленными в лагерах на территории советской России. Но не было никакого, конечно, приказа власти, чтобы убивать этих людей. В российской интерпретации оказалось, что они правда не говорят прямо, что был какой-то приказ, но постоянно стараются сопоставить эти два события. И вот я это начало служить при первых двух сроках президентства Путина, а буквально позавчера и мы имеем это продолжение, потому что оказалось на катейском военном кладбище в Смоленске, под Смоленском, была установлена таблица при содействии такого росийского исторического военного общества. Но это не общество, потому что на возглаве это так называемое общество минискультуры Российской Федерации. Это так называемое общество установило таблицу, в которой на кладбище в Катине, которое показывало, что Катин был, но перед Катином была гибель росийских военно-пленных в Польше. И мало того, они показали цифру 75 тысяч, или какое-то приближенное число, то есть секция, которая не вернусь после войны в советской России, уже не замечая, а можно только там дальше прочитать, то что-то из них осталось из Польши, из них уехало в Западную Европу, из них вернулись не в советскую Россию, а в советскую Украину. Таким образом можно сильно manipулировать этим числом. Есть большая проблема, которая в какой-то мере объединяет Польшу и Украину, что делать с советскими памятниками. И тут снова, если посмотреть на тон коментарии в российской дипломатии по отношению к Польше в течение последних трех лет, показывает, что Польша – это страна Талибан, исламское государство, это страна, которая пренебрегает ценностями присутствующими у цивилизованных наций, потому что в Польше есть планы, чтобы, так называемые, памятники благодарности Польши, красной армии, перенести из общественных мест в одно такое пространство, либо чтобы эти памятники, возле этих памятников показать, что после войны в Польше, во время социалистической Польши, установлено около 500 таких памятников. Советского времени? Да, советского времени, памятники благодарности Красной Армии, из которых где-то 250-300 до сих пор есть. Ну и чтобы показать, что они были установлены не как какое-то проявление искренних чувств полского народа, а как они были установлены по приказу или советских военных комендатур, или комитетов полской рабочей партии, то есть полских коммунистов. И есть планы, как я сказал, чтобы показать просто или поставить таблички и показать контекст. Конечно, мы в Польше обеспечиваем роль этой советской армии, Красной Армии, которая избавила страну от немецкого военного присутствия, которая закончила немецкую оккупацию. Эта оккупация грозила уничтожение всей культуры, всей интеллигенции. Я напомню, что Польша пострадала во время Второй мировой войны, потеряла где-то 5,5 миллионов населения. 3 миллиона евреев, где-то 2,5 миллиона поляков и остальных поляков. Прежде всего. И есть понимание того, что пришла Красная Армия, что она все-таки благодаря победе, общей победе союзников, в том числе и Польши, и Советского Союза. Польша в какой-то мере получила назад свою государственную, только еще это не была абсолютно уже такая независимость, только это была сильная зависимость, советская dominация, сильная зависимость от Советского Союза. До 1936 года это вообще была сталинизация и это тяжело назвать освобождением, потому что эти солдаты, то, что они свободными не были, они не могли нести свободы, они просто изгнали Немцев. И на месте Немцев, вместо того, чтобы могло вернуться изгленно на легальное правительство, коммунисты, Сталин, установили свой комитет, таких Захарченков, Плотнических, сделали Полскую Народную Республику. Это интересное сравнение. Ну да, потому что вот Народные Республики это всегда, по крайней мере для Поляков, они уже асоциируются с каким-то насаждением российской доминации. Но многие Поляки так это воспринимают. Да, сейчас я скажу так, у среднего молодшего поколения и у политиков есть абсолютный консенсус, что Полша после... даже посткоммунистическая партия это была неотъекция. Полша не была суверенной страной после 1944-1945 годов. Она была страной советской доминации. Конечно, это не была в юридическом смысле оккупация. Оккупация была до 1945 года, 1944-1945 года. Потом, когда было сформировано так называемое правительство национального единства, где там впустили опозицию, потом, спустя два года, подавили эту опозицию, когда это правительство получило международное признание, это уже в юридическом смысле не была оккупация. Это было, что это была, что страна под советским протекторатом. Потом, после 1936 года, были поставлены попытки десоветизации страны. Полские коммунисты старались выбить страны, старались получить довольно сильную независимость от Советского Союза. И это я, тоже многие историки это понимают во время Гомулки, во время Гиерека. Это не сравнивать с тем, что, например, было в советской Украине. Но, с другой стороны, Польша самостоятельно не могла решать о том, какую внешнюю политику вести, какой экономический строй в стране должен преобладать, а советская экономика, коммунистическая, социалистическая экономика, то, что вы понимаете, что такое не было. Надеюсь, вспомнить даже младше поколение. Конечно, не было то, что pluralизма, демократия. Просто постоянно правили коммунисты. И, то есть, не зря, в том смысле, это назвать освобождением, потому что в сорок, по результатам исследования историков, по частичным результатам несфальсифицированных выборов сорок седьмого года и референдума сорок шестого года, можно сказать, что где то три три твердых населения было абсолютно против коммунистов. Три три твердых. Одна три твердых могла их там поддерживать. И в Польше хотят поставить такую, как я говорил, такую таблицу, либо вообще таблицы перед этими памятниками, либо вообще передними в какое-то пространство музея, чтобы там показать контекст. И Россия очень сильно использует. Она пытается еще при том поделить страну, поделить регион Центральной Европы на русофобов это Польша, Литва, Лотва, Естония и эти страны, в которых преобладает pragматизм. Это конечно Венгрия, Словакия, Чехия. Ну и вот, например, в Чехии оказывалось две недели назад какие-то вандали поверили памятник благодарности Красной Армии. Как российские комментируют? Мы понимаем, что это исключение от общего правила, что такой чешский народ и чешские власти делают все возможное, чтобы предотвращать такие инциденты, что чешский народ с пониманием и умеет докенять роль Красной Армии. вот в Польше неизвестные вандалы, я даже не могу исключить, что эти неизвестные вандалы, они имеют какой-то, они являются частью этой самой структуры, которая в Украине действует и уничтожает украинские и польские памятники в Украине. То есть в Польше есть какая-то группировка, которая на протяжении последних двух лет совершила ряд осквернений. Написала, что на этих памятниках нарисовала свастику и так далее. После каждого такого инцидента расынский мит говорит более-менее, что это очередное подтверждение преобладающей в Польше русофобии, страна, которая не помнит о своем прошлом, не заслуживает на будущее, страна, которая борется с естественной и в общей страна, которая борется с в общим признанием роли Советского Союза в освобождении Европы от фасшизма. не имеет будущего, можно только сожалеть, что делает на образ талибов, аисис, исламского государства и так далее. Это абсолютно другая реторика. И конечно в последнее время мы видим сильное присутствие полискоязычной пропаганды. Например, спутник. Спутник имеет такую специальную польскую версию. можно прочитать постоянно материалы на польском языке, которые в плохом свете показывают Украину, в которой это польское отношение к истории показывается как следствие русофобии полиских элит. Причем спутник полискоязычный спутник возглавляет Леонид Сиган, который как можно прочитать в биографии работает на российском радио в полискоязычной секции российского радио 43 года. То есть 75 лет 43 года. То есть человеку несколько лет, он постоянно занимается таким полиским направлением. Есть попытки infiltрации полиских политиков. Инфильтрации я имею в виду просто если главные партии не смотрят на это политические разговоры, которые между ними существуют, они доволны, это гражданская платформа, право и справедливость, они доволны смотрят на Россию, на российскую политику доволны с едином взглядом, то по крайней мере оценивают надлежащим образом угрозы, которая идет из этой страны. то есть разы меньшая партия, которым конечно можно политиков деятелей, которые не все разбираются во внешней политике, можно убежать таким argumentом, что мое санкции они вредны для полиской экономики, а оказывается, что европейские санкции они не вредны для полиской экономики, потому что экономическое сотрудничество между полиской и Россией довольно маленькой. То есть например, Чехия гораздо важный партнер внешней торговли для полиски, чем Россия. Есть попытки и тут гораздо более важно, есть попытки показывать Украину как страну либо развали войска, либо в которой господствует фасшизм, в которой героизируют убийство поляков. Например, смотрите, было покушение, была атака на полское консульство в Луцке. Ну да, нужно сказать, что после этого Польша закрыла все свои консульства и затем их открыла. Это был большой скандал. Я просто напоминаю нашим зрителям. Конечно. И был ряд инцидентов. Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой возле Бродов, в Подкаменит, в Лвове, в Бековне под Киевом. Ну и потом это покушение на полское консульство в Луцке. Ну мы конечно не знаем, кто именно это сделало, но есть очень сильное подозрение, что за всем этим тоже стоит какая-то структура контролируемая кремлевская администрация. И тут напомню, что спустя несколько часов даже после этого покушения в Луцке председатель комиссии Думы по иностранным делам, господин Пушков, пишет на своем Твиттере, что смотрите, Бандеровцы уничтожали Поляков в 1943 году, а сейчас их внуки к ним стреляют. Ух ты! Да, это официальный коммуникат. И очень сильно эксплуатируется, используется в российских СМИ тема волоинской резонины, как тут говорят часть волоинской tragedии. В Польше эти такие пророссийские силы, я не говорю о том, что они просто действуют по заказу Кремля, они просто находятся под влиянием информации, которые из России попадают, они же показывают, они как бы смотрят на Украину только через призму истории. И Россия использует все. но вот интересно, насколько в Польше чувствительны граждане Польши чувствительны вот к этим всем антиукраинским заявлениям и к тому, что происходит в Украине на самом деле. Вот действительно было в Луцке нападение на консульство. По-разному его можно подать. Я скажу так, элиты, то есть политических элит, я говорю, и оппозиция, и правительство, эксперты, они понимают, что Украина очень важное для Польши, что эти инциденты есть сильная вероятность, что неукраинские националисты, либо какие-то структуры украинские, за это отвечают, только просто, что это какая-то группировка по заказу кремловской администрации. В Польше, кстати, то, что были инциденты, я говорила о тех, о уничтожении советских памятников, но тут надо напомнить, что уничтожали и украинские памятники, могилы, да? Ну, с другой стороны, час населения, она себе, она не знает, она себе задает вопросы, да? Она слышит о том, что есть, так сказать, в Украине национализм, да? что есть Бандеран. Тут я очень часто напоминаю украинским друзьям, что без какой-то корректы украинской политики памяти и без, ну, признания от всех национальности УПА за волынску рызанину очень, значит, гораздо сложнее убежать поляков и полское общество, полское общественное мнение в том, что что Украина в обществе очень дружелюбна по отношению к Польши, что, что особенно центральная и западная часть страны любит поляков, ездит, ценит полской культуры, и что украинский национализм, который конечно в стране есть, да? Он сейчас на данный момент имеет абсолютно антироссийскую, антикремлевскую направленность. Я не видел украинских националистов, которые бы хотели открыть второй фронт войны с Польшей. Это просто не то, что люди, которые тоже рационально думают. А вот это знают элиты, это знают эксперты. А уже даже среди журналистов иногда возникают сомнения. А может быть, действительно, есть какая-то, так сказать, разногласия по поводу Волыни склонили каких-то украинских националистов, чтобы оскверлить полские памятники. А может быть, есть какая-то правда, потому что поляки очень сильно очень долгое годы насталивали на том, чтобы признать, чтобы только говорить о Катине, а о Волыни не говорить. А может быть, и снова, есть, например, желание, чтобы себя как-то позиционировать не как мейнстрим, только как независимый комментатор, как человек, который в своих взглядах независимый. И тут антиукраинские темы, да, дают для него такое поле для политической агитации. то есть есть такие люди, их в Польше меньшинство, но думаю, что где-то 20-25% населения все-таки может быть уже предметом такого влияния. то есть, если вот перефразировать то, что вы сейчас сказали, я правильно поняла, что в принципе на антиукраинской риторике в Польше можно стать достаточно популярным политикой. да, да, можно, можно, это никогда не будет такая всеобщая популярность, но, скажем, 10-15% я этого не исключаю, что на антиукраинской риторике можно свой политический капитал строить. и Кремль знает, он даже не имеет у него нет иллюзии, что как бы это склонит Польшу в целом, чтобы стать такой проросейской страной, да, чтобы просто Польша лоббировала отказ ЕС от санкций, чтобы поменяла свои отношения по отношению Украины, Белоруссии. В общем, он понимает, что можно сильно разрушать полско-украинские отношения. И думаю, что в Украине здесь то, что они есть попытки, чтобы страшить, например, украинцев мнимым польским империализмом, либо есть эти инциденты, то есть есть попытки, чтобы подогреть атмосферу в польско-украинских отношениях. И мы должны это осознавать. Вот подогреть отношения в польско-украинских отношениях. Это вот идет речь об отношениях между двумя странами или в принципе об отношении, скажем, Украины и стран Восточной Европы. Потому что это же, по большому счету, если мы понимаем для себя, что мы идем в Европейский Союз, то тогда наши ближайшие партнеры, вы же понимаете, да? Помните, там был термин Польша-адвокат Украины, очень долго превалировало, да, везде этот термин. И вот попытка сместить вот эти отношения в какие-то более, если хотите, неконструктивные, деструктивные, вот это взаимоотношения Украины и Польши, или это все-таки в России, например, у ческих политиков, словацких, венгерских, особенно, не такое желание, чтобы противостоять, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации международных отношений, чтобы оставить принципы международного права и, конечно, помогать Украине. это в Польше, в Литве, в Латве, и Эстонии может быть чуть меньше, потому что уже связи между Украиной и Эстонией уже все-таки меньше, чем между Украиной, Литвой или Польшей. То есть, они хотят добиться того, чтобы политики имели меньше возможности маниевра. Если политики будут осознать, что заангажирование в пользу Украины может быть какими-то внутренне политическими проблемами, что если, например, кто-то заангажированный в поддержку Украины, кто-то будет заангажированный в поддержку Украины, он может иметь проблемы, чтобы быть переизбранным на очередной срок, потому что, например, скажут, что не разрешил проблемы Бандеры, я так говорю условно, то, конечно, это будет психологически склонять политиков, чтобы они оставили Украину в покое, чтобы просто моя хата с краю ничего не знают. Уже были такие политики, которые говорили, что надо прежде всего думать о своей безопасности. И конечно, а в Украине знову ж могут быть попытки, вот я говорю о спутнике, недавно был материал на спутнике, о том, что Поляки будут добивать возврата своего имущества на западной Украине. Конечно, это невозможно с юридической точки зрения, то есть люди, которые поляки, которые там еще живут, которые оставили свое имущество в 45-м году, они не могут получить этого назад. Украинские могут подумать, а может быть в чем то, а не праве. Не дыма без агния. Да, не дыма без агния. И они, видите, будут постоянно идти такие попытки, проб, попытки вызывать недоверие, или понижить уровень доверия. Украины в цели изоляции Украины и усиления давления на то, чтобы Украина приняла предложение Кремлям решение проблем Донбасса. Украина нужно работать над полицей так, чтобы полицейские общество не хотело чтобы их политики а политики зависимые от общества ангажировались в восточную Европу. Пока это видно на примере Украины, я не исключаю, что когда на Беларуси в Беларуси происходят политические изменения ситуации и там повторится. И этому надо противодействовать. Противодействовать противодействовать этим своим провокациям, потому что если мы будем показывать, если на пример наши службы украинские, полские будут эффективно работать и найдут на конец этих людей, которые уничтожают памятники, то если покажем, что это все были провокации, то мы и докажем, пока только такие аналитические выводы, нет прямых доказательств. Но если удается обеих стран показать, найти такие доказательства, то мы понижаем риск того, что такие инциденты, нападения, терроратаки будут и в будущем. Потому что если мы обнаружим провокацию именно как провокацию, то мы понижаем риск того, что кто-то еще захочет такие провокации делать. но нет уже этого эффекта. Ну и справедливости, это надо сказать, что да, вот при том, что вы все это сказали, конечно, Россия играет, Россия играет по-крупному, и мы это знаем, но ведь и Украина, и Польша, честно скажем, тоже сделали какие-то, может быть, ошибки, которые не нужно повторять в будущем, чтобы не создавать информационные поводы или прецеденты для того, чтобы Россия могла на этом делать то, что она хочет. вот из таких ошибок и для Украины, и для Польши, что бы вы назвали, чего нужно точно избежать, то, что вот нам, может быть, не удалось избегать там эти годы? Ну, я скажу так, прежде всего, как на моем ощущении, это касается и Польши, и Украины, то есть элиты и польских, и украинских, мы слишком мало друг с другом разговариваем. Мы, знаете, я, например, не вижу такой профессиональной коммуникации в Польше со стороны украинского государства, украинских политиков, общественных деятелей. А тут надо присутствовать в Польше и работать над полским общественным мнением. И то же самое, к сожалению, есть и в Украине. То есть, например, в прошлом году была очень большая, бурная дискуссия по поводу полской декларации о Волоне. Можно быть сторонником или противником этой декларации, но в любом случае, если так посмотреть на эту декларацию, там не было в принципе ничего такого антиукраинского. там просто было показано видение историй волоинской рязанины, которая абсолютно преобладает у полских историков, являлся национального консенсуса. И тоже были выражения благодарности тем Украинцам, которые спасали поляков. И плюс термин был геноцид, но геноцид в юридическом смысле. То есть, если там даже убили одну деревню, только из-за того, что там поляки и украинцы это может быть геноцид. Ну и что? Ну хорошо. Была декларация и потом, мне кажется, надо было постоянно говорить, убежать украинское общество, показывать, какие причины есть этой декларации, что такое геноцид, что такое Волон, то есть коммуникация. Но это, я бы сказал, с моей перспективы был абсолютно недостаток такой такой коммуникации. Но с другой стороны эти все бурные эмоции, которые были в Украине, обвиняя в империализме, в полско-российском сговоре. Это очень часто. Меня сам обвиняли в том, что я даже представник, я просто старался эту роль исполнить. и объяснять украинцам причины полско-российского отношения к Волону. Это только доказательство полско-российского сговора против Украинцев. Или что вот Поляки всегда были коварными лицами и такими остались. Видные интеллектуалы украинские. Я уже не хочу называть их фамилиям, но если они будут смотреть эту программу, то поймут, что я к ним говорю. Один из них сказал, что вы знаете, в истории любой страны происходит такой момент, что к власти берут преступники или идиоты. У нас такое было в Украине в 2010 году, а в Польше сейчас. Ух ты! Да. Вот известный историк украинский интеллектуал, известный на Западе. Если применять такой язык, то какой может быть диалог, если правительство имеет поддержку 30% населения, 35%, то есть не правительство, а правильщая партия, что очень многие люди голосовали на тех, в том числе и те же интеллектуалы и так далее. Их называют сейчас в какой-то мере преступниками или идиотами. То есть были очень большие эмоции. И не было то, что профессиональной коммуникации украинцев, которые бы хотели показать Полякам, которые должны были показать Полякам, почему все-таки в Украине нет антиполских настроений, что мы просто имеем в Украине, какие сложности из-за того, что идет война с Россией, и националисты поддерживают эту войну, борются на фронте. И мы не можем просто так кардинально поменять отношения к сложным моментам истории. И в общем, это для нас прежде всего антисоветская сила. Я это понимаю. Почему нет этой коммуникации с Поляками? Ну а тут остается только можно поставить вопрос. И это просто мне кажется, что мы должны гораздо больше денег инвестировать в разговоры. И понимать, что такая частая отмажка после истории занимаются историки, она не будет действовать. По крайней мере не будет действовать, если говорим о XX веке, а не там о украинском или полском шведском войнах 17-18 века. И что надо просто перестать этим интеллектуалам перестать говорить такие инфантильные высказания, а просто осознать политические наследствия необдуманных эмоциональных высказываний. Ну и последний вопрос, если позволите. Вот в последнее время у нас очень много неоднократно обсуждалась концепция междуморья, как безопасностная концепция. Андреас Умлан, в частности, тоже ее очень хорошо разрабатывал, продвигал. И вот как-то недавно он был у меня в студии, мы с ним говорили о том, как реагируют возможные участники вот такой концепции междуморья. И он сказал, что в Польше не очень-то популярна эта идея, потому что они являются членами НАТО. Вот вам адресую этот вопрос, потому что для Украины это по-настоящему такой очень серьезный вопрос, потому что поскольку мы не можем участвовать в НАТО, пока мы не есть членами и с одной стороны России, с другой стороны, по сути, на границе между Польшей и Украиной стоят уже американские войска, правда ведь? Ну да, мало. Ну, мало. Я понимаю, в Польше хотелось бы больше, наверное. Ну так. Но тем не менее. И Украина оказывается in between и стоят для нас вопросы безопасности все больше и больше. Я скажу так. Я абсолютно понимаю, почему украинцы бы хотели междуморья. И как историк я всегда должен сказать, что это вызывает у меня садисфакцию, потому что первая концепция междуморья, она конечно испортилась в течение веков. Это была попытка полско-литовского союза с конца XIV века, а потом Рыжи Посполитый, в течение 1569 года. Это именно, что было изначально концепт союза близких наций, чтобы получить безопасность региона и экономические связи. И этот концепт междуморья, он показывает, что у украинцев это меня тоже радует. Это очень сейчас большое доверие к Полякам. И с другой стороны так, с полской перспективы междуморье не может соперничать с НАТО. То есть НАТО, в том числе и военная мощь США, это то, что действительно является лучшей гарантией полской безопасности. А междуморье о других союзах, региональных союзах, либо в рамках НАТО, если Украина одного дня будет принята в Альянс, либо вне НАТО можно будет только говорить, если это не будет ослабить гарантии других стран, членов НАТО для самой Польши. То есть это во-первых, это просто Польша считает себя политической частью запада и наверно не должна ничего делать, чтобы чтобы высылать в нее своих границ сигналы, что она уже не такой запад, как бы хотелось быть. Но это не означает, что саму концепцию надо отложить. То есть надо подумать над такой построек его, чтобы это не не понижало эти роли, силы и силы НАТО и чтобы это просто повысило безопасность Украины и может быть стран центральной Европы. Почему я об этом говорил? Потому что все таки мы все верим в НАТО и это очень хорошо. но по сути в истории Альянса не было еще случая нападения на один из стран. И только на такой момент в таком случае можно будет убедиться о действительной весе гарантии. Мне кажется, если было бы такое нападение, то я уверен в том, что союз будет реагировать естественным образом. и покажет политическую и прежде всего военную помощь. Но это не было практической верификации. политики пани мая хотели, чтобы повысить безопасность в Польше то, что региональными альянсами. они могли отказаться и политики, и энергетики, и военные альянсы. И поэтому был например самит центральных европейских стран в Дубровске в прошлом году. И есть попытки между морями. и по сути вовлечения Украины и возможно Грузии в дополнительные политические и экономические и военные объединения вокруг центральной Европы. И было бы очень хорошо, если бы это удалось. Но я бы сказал так, реально говоря путь еще к этому довольно большой. это потому, что надо работать над обществами этих стран и надо убедить элиты баулканских либо наддунайских стран, что стоит инвестировать в такое региональное объединение. Для Украины было бы очень хорошо, только что надо и поддержки других стран, чтобы об этом реально думать. если по-простому сказать, то другие страны должны понимать в чем их интерес, чтобы создать в чем их национальный интерес. Именно. В чем польза этого. Лукаш, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Лукаш Адамский был сегодня у нас в гостях. Польский политолог, историк, заместитель директора Центра польско-российского диалога. Еще раз спасибо вам огромное, Лукаш. А вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. А вы оставайтесь с нами, и мы продолжаем прямые эфиры на Окру Лайф ТВ.